Однажды великий древнегреческий философ Сократ сказал, «Все профессии от людей, и только три – от Бога – врач, учитель и судья». В этом высказывании определенно есть доля истины, ведь в нашей жизни все юридические специальности играют важную роль. С древних времен юристы помогают людям вести свою деятельность в соответствии с законом, а также занимаются ее документацией. Но самая главная их задача – защищать естественные человеческие права и свободы. Сегодня представители этой благородной профессии отмечают свой праздник. В этот день мы решили вас познакомить с двумя прекрасными юристами. Одна из них – Ирина Николаевна Шверденко из села Натырбова. В январе будет 13 лет, как она работает юристом в администрации сельского поселения. Несмотря на то, что уже на пенсии и может уйти на заслуженный отдых, она не может оставить свою любимую профессию. А как давно именно вы работаете юристом? В январе уже 13 лет будет, как я здесь работаю. Именно в администрации? Да. А до этого где работали? В социальной службе. Когда работала в социальной службе, нас направляли в Армавир, закончила техникум юридический. Потом, когда пригласили в администрацию работать юристом, поработала немножко. Потом закончила университет юридический, лингвистический. И вот работаю здесь уже 13 лет будет в январе. Работа нравится. Как коллектив вас встретил? Как принял? Какие у вас сложились отношения с коллективом? С коллективом все нормально. Работаем. Работа слажена. Друг другу помогаем, когда надо. В беседе с нами Ирина Николаевна отметила, что в их работе, как и в любой, нужно все делать вовремя. Работа с документами, запросы, отвечать. Все исполнять вовремя, по срокам. Если люди обращаются, конечно же, надо сделать так, чтобы человек остался доволен. Удовлетворить его просьбы. Все возникающие проблемы мы пытаемся решать вместе с коллективом. Сложности бывают, но справляемся, помогаем друг другу. Если сама не могу справиться, то другие специалисты помогают. Работа с людьми сложная. Как мать троих детей, как женщина и как юрист, Ирина Николаевна поздравила своих коллег с праздником, а также дала совет будущим специалистам. Ваши пожелания будущим юристам, которые только начинают учиться или думают выбирать эту профессию или нет, что вы можете им посоветовать? Работа сложная, но если есть желание работать юристом, то пусть набирается опыта. В связи с праздником, что можете пожелать вашим коллегам? Успехов в работе, здоровья, семейного благополучия. Вторая наша героиня – это жительница поселка Майского Виктория Дровалева. Профессия юриста у них, можно сказать, семейная. Виктория, расскажите нам, пожалуйста, почему вы выбрали профессию юриста? Ну, я с детства всегда хотела помогать людям. Мне интересно было, ну, вообще у нас профессия юриста – это семейная. У меня брат юрист, невестка юрист, и я, глядя на старшее поколение, тоже хотела быть примером. Где вы учились, расскажите. Я училась в юридическом техникуме в Армавире. Далее я поступила в университет в Российский государственный социальный, тоже там же, в Армавире. Ну, и закончила, соответственно, с отличием. По профессии вы сразу начали работать? Как давно работаете по профессии? Да, муниципальным служащим я работаю 8 лет уже. До этого я юрисконсультом работала в организации. Ну, вот, как-то так. 10 лет уже посвящаю своей любимой профессии. А именно здесь, в администрации майского сельского поселения, как давно работаете? 8 лет. 9-й год. Вот уже пошел в наибремясть. 9-й год. Виктория с воодушевлением, с особым блеском в глазах, рассказывает о всех тонкостях ее работы. Естественно, какие-то юридические консультации, работа с нормативно-правовыми актами, судебные вопросы, посещение судебных заседаний. Ну, все, что касается и юридической профессии, все стараемся делать, пополнять. Плюсы и минусы вашей работы можете назвать? Плюсы и минусы? Ну, плюсы, конечно, то, что мечта моя детская исполняется, да, сбылась мечта, то, что я о чем мечтала, что хотела, посвящала свои студенческие годы, чему я работаю по специальности. Это, конечно же, плюсы. Мне нравится, я люблю свою профессию. Минусы в том, что, конечно, много времени, да, если у кого-то семья есть, дети, конечно, нужно очень много времени посвящать этому и на работе, и дома постоянно. Нужно законы изучать, да, всегда знать все, всегда быть актуальным специалистом. Согласитесь, что основное призвание женщины – это быть матерью и хорошей женой, то есть создать семью. У Виктории замечательный муж, с которым они прожили 10 лет, и двое детей. Она счастливая жена и мама, и, конечно же, сложившаяся личность. А как у вас складывалась работа с коллективом? Работа с коллективом очень хорошо складывалась. У нас всегда положительные отношения были, всегда мы понимаем, у нас, как говорится, единый коллектив. То есть у нас нет отдельной работы. Мы все вместе друг другу помогаем, стараемся, выполняем, да, то есть работаем. Планы ваши на будущее? Планы на будущее? Также работать по своей специальности, воспитывать детей, семья, чтобы была, да. Не жалеете о своем выборе? Нет. И пожелания сегодня, ваш профессиональный праздник, что вы можете пожелать вашим коллегам и тем, которые только заканчивают или только поступили на эту профессию? Коллегам хочу пожелать крепкого здоровья, терпения. В первую очередь, это, конечно же, самое главное терпение, удача поступившим студентам. Желаю не жалеть о своем выборе. Это очень интересная профессия, очень нужная профессия. Помогать людям, отстаивать свою точку зрения, добиваться правды – это, конечно же, очень важно. О своем сотруднике лучше всех, конечно же, может рассказать руководитель. Как юрист, как сотрудник, именно как юрист на работе, она ответственный работник, старается вникнуть во все, то есть с бухты-барахты ничего не делает. В любом случае, в каждый вопрос пытается вникнуть, разобраться и только после этого уже принять какое-то решение, выполнить какой-то нормативный правоак сделать и так далее. То есть вникает в каждый вопрос абсолютно, какой бы он ни был, только после этого принимает какое-то решение. Сегодня профессиональный праздник юристов. Что вы можете пожелать непосредственно Виктории и всем другим юристам? Ну, всем юристам я хотел бы пожелать, в первую очередь, как и обычным людям, здоровья. Тем более на сегодняшний день вот этот коронавирус, который испортил нам всю работу и все настроение. Но я думаю, что все уладится. Самое главное, не болеть. Ну и в профессиональном плане, естественно, развиваться, развиваться и добиться хороших результатов. Возможно, дальше, чтобы перешла в районную администрацию работать, либо куда-то дальше. Мы также присоединяемся к поздравлениям. Натуся Кучмезова, Сергей Лобынцев. Новости Кашхабского района. Новости Кашхабского района. Новости Кашхабского района. Новости Кашхабского района. Новости Кашхабского района.